Сегодня приняли последние заявления на единовременную выплату по сертификату мат-капитала. На этот раз сумма выплаты составляет 25 тысяч рублей. Напомним, принимать заявление начали с 1 июля в Клинском районе. Своим правом на госвыплату воспользовались 3 тысячи клинчанок. Это на треть больше по сравнению с прошлой компанией. Тема продолжит Евгения Цветкова. Здравствуйте. Где пришла оформить выплату единовременной 25 тысяч? Давайте ваши документы, паспорт, СНИЛС, сертификат и справку из банка. Пожалуйста. Светлане Назаровой повезло. Она, как говорится, успела запрыгнуть в почти уходящий поезд. Подала заявление на получение единовременной выплаты в последний приемный день. Дотянула, но 25 тысяч к Новому году как нельзя кстати, признает Светлана. Это очень хорошее такое поспорье. То, что впереди Новый год, детишкам надо подарочки купить. Ну и может быть на праздничный стол еще хватит. Живые деньги по сертификатам от капитала правительство стало выдавать еще 6 лет назад. В 2010-м размер выплаты составил 12 тысяч рублей. В этом году сумма удвоилась. Вы видите архивное видео июля этого года. Компания по единовременной выплате, что называется, стартовала. Обладательницы сертификатов буквально хлынули в МФЦ. Специалисты принимали по 700 человек за смену. Чем быстрее, тем лучше. Сразу что-то. Сразу оформить. Все, что тянуть-то? Пока еще не передумали ничего. Мало ли, сейчас подписали указ, потом отменят. Кто знает. Все равно же пригодятся. Чтобы прекратить ажиотаж, людям пришлось объяснять. Заявления будут принимать в течение нескольких месяцев. Так что успеют все желающие. Распоряжение материнских капиталов пользовалось у нас огромным спросом. За период с 1 июля по сегодняшний день, по 30 июля, было оказано 2356 услуг. Причем на июль месяц пришлось больше половины заявлений. Дальше равномерно по месяцам уже распределена была нагрузка. Думаю, что все мамы воспользовались именно возможностью обналичия деньги. Одновременно с МФЦ заявление на единовременную выплату принимали в местном отделении пенсионного фонда. И здесь отмечался повышенный интерес посетителей к отделу сертификатов маткапитала. Если у нас в прошлом году за данные выплаты обратились в порядке где-то 2035 человек, это точная цифра, то в этом году, на сегодняшний момент, к нам уже обратилось в районе 3000 граждан. То есть мера необходимая, мера нужная для наших людей. И все-таки единовременные выплаты по сертификатам не главное. Назначение этой гособлигации более масштабно. Ее можно направить на погашение ипотеки, расплатиться за образование ребенка, потратить на соцреабилитацию ребенка-инвалида и перевести на счет будущей пенсии. Разборядиться материнским капиталом можно по истечении трех лет ребенку, который дал право на сертификат. Досрочно мы гасим только кредиты в банке, которые были предназначены для покупки жилья или для строительства жилья. И, соответственно, если используются товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, то здесь не нужно дожидаться трех лет сертифицируемому ребенку. А вот обналичивать сертификат маткапитала категорически запрещено и карается по закону сроком до пяти лет лишения свободы. Напомним, на данный момент точная сумма материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Его могут получить семьи, которые имеют двух и более детей. Обязательное условие. Один из них должен быть рожден после 2007 года. Выдача сертификата продлена до конца 2018 года. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.